Подари фрукты детям Здравствуйте Проект действительно замечательный Стоит всего лишь зайти к вам на страничку в инстаграм И посмотреть на счастливые лица детишек У вас особый подход Но мне бы сначала хотелось, чтобы вы рассказали, как все начиналось Расскажите нам все подробности Почему вам пришла такая идея Нам интересны все детали Ну вообще проект родился в голове у меня достаточно давно Дело в том, что в прошлом волею судеб Я работал следователем в следственном комитете И специфика моей работы заключалась в том Что мне приходилось сталкиваться с семьями Которые являются малообеспеченными То есть эти дети разбросаны, например, по Владивостоку То есть они живут во всем Владивостоке С ними сложно связаться Их сложно как-то собрать Им сложно помогать А условия жизни у них очень разные И дети многие не видят просто, что такое Человеческое добро, человеческое тепло Внимание и так далее Поэтому, когда уже после моей службы в следственном комитете Я стал думать об этом И не хочется оставлять этих детей без внимания И однажды, смотря на людей, которые занимаются благозрительностью Я понял, что в принципе я могу делать что-то пусть и небольшое, но сам Вот таким образом родилась идея Собирать деньги, покупать фрукты И привозить их, собственно, в комиссию по делам несовершеннолетних Например, города Владивостока Мы обычно работаем с Первомайским районом Вот таким вот образом это все и получилось На самом деле проект рождается с каждого шага То есть мы делаем шаг И, соответственно, проект приобретает какую-то форму Вот таким вот образом Вы, в принципе, объяснили, да Что дети это малообеспеченные, дети инвалиды И эти дети всегда особенно нуждаются в правильном питании И, конечно, фрукты это дорогое удовольствие сегодня Но все-таки обычно мы как-то конфеты Ну что-то такое более, да, более привычное А как так получилось, что именно фрукты Это просто случайность или так сложились обстоятельства? Нет, это сложилось из понимания, что фрукты Это что-то объективно хорошее Полезное Да, то есть это объективно полезное Но это то, что остается всегда вторичным Зная по себе, да, что живешь, ну что покупаешь Обычно там лекарства, еду, да, какие-то вещи Которые действительно необходимы Фрукты остаются всегда в стороне А ребенку это, наверное, наиболее важно Потому что организм формируется, да И можно, например, поговорить о том, что конфеты могут быть вредными Могут быть там не сильно вредными А фрукты, они всегда полезны, всегда хороши И ребенок их может видеть намного реже, чем конфеты Поскольку, вот как вы правильно сказали Конфеты это что-то более привычное Вот именно поэтому я решил, что это будут именно фрукты Хотя с ними есть, конечно, сложности То есть их нужно покупать и сразу везти Если конфеты мы вот когда дополняем Например, наши фруктовые наборы конфетами Выпечкой это может какое-то время подождать То есть это день-два может подождать Фрукты приходится покупать и везти сразу Но это принципиальная позиция Насколько стремительно сегодня развивается проект? Я так понимаю, что достаточно серьезный Проект, да, развивается стремительно У меня уже появилась команда Год я работал практически один Сначала это заключалось в том, что мне нужно было вести страницу в социальной сети Instagram Собирать средства, собирать подарки, все дополнения и отвозить Сейчас мы уже делаем мероприятия, сами проводим То есть у нас есть человек, который непосредственно занимается организацией мероприятий Вот, Instagram уже я физически не могу заниматься То есть я занимаюсь фактически вот сбором, покупкой и передачей фруктов Вот уже на Instagram у нас тоже появился человек, который занимается этим непосредственно Поэтому проект развивается и мы открыты к новым формам именно проявления этого проекта То есть люди что-то предлагают, мы охотно соглашаемся, делаем И уже, честно говоря, я понимаю, что нужно уже писать какие-то планы То есть уже нужно подходить к этому намного серьезнее, чем год назад, чем полгода назад Это здорово, что так стремительно действительно развивается такой проект, как «Подари фрукты детям» Он чудесный, и мы с вами, когда за кадром разговаривали, вы мне рассказали одну такую замечательную тенденцию, которую наблюдаете Куда бы вы ни обратились, когда люди узнают, что вы за организация, что вы благотворительный фонд, в принципе, да Пусть пока еще только начинающий, они сразу же все готовы сделать бесплатно Расскажите об этом немного, это фантастически Потому что мы привыкли считать, что люди не очень охотно, как правило, все равно помогают Сейчас такая жизнь, каждый старается как-то все равно, работает, да, зарабатывает для себя А здесь вы рассказываете какие-то совершенно фантастические истории, казалось бы, но они реальны Да, вот примеры есть, чтобы было понимание, да, мы начинали работать таким образом Мы сделали страницу, и для всех, кто ее видит, мы предлагали, что вы можете помочь Вот, сами мы никогда никому не обращались Но когда нам исполнился год, мы решили отпраздновать это и сделать такое праздничное мероприятие для всех желающих И нам нужен был ведущий, нам нужно было оборудование, нам нужно было место где-то проводить Нам нужно было чем-то награждать людей, угощать И тогда мы решили обратиться к предпринимателям города Владивостока, например, чтобы они предоставили свои сертификаты, какие-то подарки и так далее Чтобы мы могли людям сделать какие-то памятные призы И на мое удивление, люди очень охотно откликаются То есть, если мы просим, например, 10 сертификатов, чтобы наградить просто 10 участников какого-нибудь конкурса Нам их дают 20, 30 и больше То есть, если я прошу, например, своих знакомых ведущих, говорю, ребята, нужно провести мероприятие Обязательно находится человек, который говорит, да, я отложу свои дела, я это сделаю Вот, то есть, например, на нашем втором мероприятии мы угощали мороженым Также мы позвонили в одну из компаний, которая занимается в Владивостоке производством мороженое И сказали, что вот в честь Дня защиты детей мы хотим провести детское мероприятие для всех желающих И важный момент, это не только для тех, кому мы помогаем в рамках проекта Это вообще было мероприятие для всех желающих И тем не менее, компания нам не то чтобы откликнулась, да, они организовали доставку Они привезли очень много мороженых, мы угощали детей То есть, это все настолько оказывается рядом, настолько люди хотят помогать Нужно только дать им какую-то площадку То есть, проект «Фрукты детям» — это не только сбор и передача фруктов детям Это вообще площадка, где каждый может реализовать свои какие-то добрые намерения Что-то привнести, что-то подарить, где-то как-то помочь То есть, в этом плане, честно говоря, это очень удивительно Я знаю, что вы также и другим деткам помогаете Есть несколько организаций, расскажите об этом Ну, начинали мы, да, как я уже говорил, с помощью малобеспеченным семьям Потому что это понятно, мы приезжаем в комиссию поделения несовершеннолетних Отдаем туда собранные фрукты с подарками И комиссия уже передает нуждающимся семьям Но волею судеб я познакомился с Обществом инвалидов милосердия И в ходе беседы с председателем этого общества выяснилось, что у них есть дети-инвалиды И мы поняли, что наш долг помогать и этим обществам И вот первым обществом стало милосердие Мы привозим им также фруктовые наборы, подарки Мы делали им очень хороший Новый год Очень много откликнулось людей Мы собрали очень много игрушек, пижам, различных фруктов, конфет и так далее То есть, у детей был просто праздник И я понял, что вот эти организации, общество инвалидов, их, во-первых, много Во-вторых, они выживают как могут То есть, это организация, которая как-то попыталась организовать людей для совместной какой-то работы Они не только помогают друг другу, они работают вместе, они и дружат То есть, мы поняли, что если сначала мы помогали У нас была каждая пятая, десятая, пятнадцатая закупка фруктов для общества инвалидов Сейчас мы уже так 50 на 50 И малообеспеченным, и детям инвалидам Сейчас мы помогаем трем обществам инвалидов, в которых есть дети А кто, как правило, помогает вам? И как это сделать? Каков механизм взаимодействия? Ну, самая, наверное, простая форма – это перевести деньги Но для этого всегда нужно сначала связаться со мной Мой телефон указан на нашей странице в инстаграме Потому что мы должны знать, кто нам, чем помогает Мы делаем благодарственные посты, мы понимаем, что люди, вот они живые люди, которые нам помогают Для тех, кто боится, потому что я сам по своей природе человек подозрительный Я бы, конечно, никуда деньги не переводил Потому что все-таки ты не знаешь людей И это нормально, это совершенно адекватная позиция Я всегда говорю, что эти люди могут купить игрушки Эти люди могут поехать с нами И могут с нами связаться со мной непосредственно Я им скажу, что мы такого-то числа, в такое-то время поедем закупать фрукты Поехали с нами, тоже купите фрукты Вместе отвезем в комиссию, отдадим и уедем То есть это все будет передано Потом люди увидят фотографии У нас доходило до того, что нам писали из Таиланда Что хотят перевести деньги Я говорю, ребята, давайте лучше не деньги, лучше передайте Фрукты? Нет В этот раз, учитывая перелет, вот это время и так далее То есть нам передали игрушки Нам передали вот таких слонят То есть дети были в восторге Это игрушки, настоящие тайские игрушки Это очень красиво, очень здорово И тем самым люди могут Потому что сейчас очень много моих знакомых знают о моем проекте И нам, по сути, средств уже хватает, именно денег Нам это уже не нужно Нам гораздо важнее игрушки, конфеты То есть то, чем мы дополняем Вот, также мы рисуем открытки сами То есть у нас вот человек, который занимается инстаграмом Сама рисует открытки С пожеланиями Я всегда говорю, что ребята, если вы хотите помочь Но нет денег или есть какое-то опасение Нарисуйте открытки Это займет какое-то время Причем ведь открытку уже можно нарисовать со своим ребенком Прививая ребенку тем самым Объяснить своему ребенку, что вот мы с тобой рисуем открытку Мы дарим какое-то тепло, внимание Ребенку, который в этом будет нуждаться Который потом эту открытку будет хранить Будет она ему о чем-то говорить Более того, один из принципов моей работы Я стараюсь не встречаться с детьми, которым помогаю То есть я привожу, например, руководителю общества инвалидов И отдаю фрукты Потому что мне не хватает, ну, как бы, просто моральных сил Видеть, где их всех жалко Всем хочется помочь Поэтому, как бы, я делаю так Но вот в силу развития проекта Мне приходится встречаться с этими семьями И я так спрашиваю периодически А что с открытками? Они говорят, да, храним И когда они показывают мне эти открытки Я вижу, что это там уже у одной семьи Может быть, там, за год нашей работы Две-три открытки У кого-то пять открыток Это настолько... Ну, когда человек рассказывает, что он хранит эти открытки Что они дорогие ему Это, конечно... Да, это такие эмоции, которые... Ну, ты понимаешь, что ты не зря живешь просто Вы затронули очень важную тему Тему того, что... Ну, страшно Вот действительно, как бы это абсурдно ни звучало Бывает страшно помогать Люди боятся абсолютно понятно чего Они боятся вот этих эмоций Да, негативных эмоций кто-то боится Ну, их в жизни хватает И когда ты открываешь ленту, да, в том же Инстаграм И видишь какую-то не очень приятную фотографию Ну, как правило, большинство людей это пугает, увы И у вас, я знаю, есть такая политика Да, у вашей компании, команды Наверное, будет правильно сказать Вы как раз-таки ломаете этот стереотип, что помогать страшно Расскажите немножечко об этом Давайте порассуждаем Ну, вот одной из вообще целей Одна цель, наверное, проекта Это создать благотворительность и совсем другой образ То есть, когда я сам вижу какие-то благотворительные организации Которые выкладывают, например, в социальных сетях публикации Которые вызывают жалость, вызывают сочувствие Это очень угнетает Это не хочется смотреть постоянно То есть, от этого люди отписываются и так далее Я это понимал И когда вообще начинал работать с проектом Мне многие люди, которые пользуются, например, соцсетью Инстаграм Они говорили, что благотворительность очень неблагодарная площадка Люди не будут это смотреть Вот, я решил вести страницу очень позитивно То есть, вот, например, наши отчеты Когда мы что-то собрали и отвезли Мы потом публикуем фотографии Я всегда говорю родителям, которые присылают мне фотографии Делайте, пожалуйста, позитивные фотографии То есть, ребенок с этим фруктом Что ему хорошо То есть, вот, желательно фотографировать ребенка в момент передачи ему фруктов Потому что там самые живые эмоции То есть, радость Вот, это первое Потом Мы никогда не собираем С призывами о помощи Со словами о том, что вот там кому-то плохо и так далее Мы наоборот говорим, что мы собираем корзину фруктов Мы делаем хорошее, доброе дело Вы тоже можете в нем поучаствовать Вот Потом один из таких способов Мы это называем подаришка То есть, люди могут Даже если нет возможности Помочь проекту материально Всегда можно помочь ему таким образом Можно снять себя на свой смартфон И сказать фразу Подари фрукты детям Желательно в какой-нибудь веселой обстановке То есть, мы делаем из этого такую видеоподборку Получается очень весело Нам присылают видео такие с Австралии Со знакомой, которые не говорят по-русски То есть, люди присылают эти видео с различных городов России Вот И получаются такие позитивные, веселые видео И мне Этот инструмент я придумал достаточно давно Я не знал, работает он или нет Пока мне не начали через полгода писать Вы знаете, мы уже почти полгода смотрим ваши видео И все-таки вот мы решили помочь Поэтому, да Создать вот этот позитивный образ благотворительности Это очень важно Потому что иначе можно скатиться просто к Некому прошению помощи Которую люди не хотят видеть Сейчас и так жизнь, ну, такая, скажем У каждого хватает поводов погрустить Мы еще просто перенасыщены информацией Сейчас в соцсети И без того достаточно негатив Да, мы даем какой-то позитивный Такой Позитивный, ну, как сказать Позитивный вектор задаем Вообще работы в Инстаграме, да И вот благотворительности в частности Поэтому, ну, вот, наверное, все Кто хочет тоже подарить положительные эмоции Может к вам с удовольствием присоединиться Да, да Давайте сейчас сделаем небольшую паузу Мы прервемся на короткую рекламу А после продолжим наш разговор Оставайтесь с нами Подари фрукты детям 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 Человек, помни, что именно ты можешь сделать кого-то немножко счастливее Поэтому подари фрукты детям Александр, наверняка есть какие-то планы ближайшие, но я так полагаю, что помимо того, что вас поддерживает сегодня администрация Владивостока, что, кстати, еще один из факторов доверия, потому что действительно не каждый такой проект поддерживает, это значит проект многообещающий, уже масштабный, можно сказать. Но я так понимаю, что в любом случае, хоть вы и сказали, что уже очень много людей присоединились, и слава богу, они продолжают это делать, тем не менее, наверняка чего-то не хватает. Вот может быть есть пожелание с кем-то посотрудничать, чего не хватает, какого звена на данный момент? Ну, скажем так, сейчас, как и в первый наш день, нам хватает всего. Вот сколько нам приходит, столько, значит, мы и можем передать и так далее. Но мы готовы к сотрудничеству, мы всегда приглашаем всех желающих, то есть это и помощь проекту непосредственно, то есть это закупка фруктов, то есть люди могут перевести деньги, купить фрукты, подарить игрушки какие-то, то есть нарисовать открытки, вот то, что является уже нашей текущей, рутинной, привычной нам работой. Потом мы проводим мероприятия, вот мы провели уже два мероприятия для всех желающих. Это некая форма такая обратной связи, то есть мы здесь что делаем? Мы, учитывая, что мы проект благотворительный, к нам, как оказалось, относятся люди с доверием и с пониманием, и готовы помогать, мы можем собрать некие ресурсы, то есть мы можем провести мероприятия, можем развлечь детей, взрослых, тем самым рассказав о себе и тем самым помочь, например, тем, кто нам помогает. Вот, грубо говоря, нам может батутный центр предоставить сертификаты, да, которые мы подарим участникам какого-нибудь конкурса. Естественно, что мы раздадим это все, мы очень все позитивно, то есть у нас нет никаких соревнований, мы просто развлекаем детей и дарим им подарки. Потом, вот, собственно, вот эти гости мероприятия становятся гостями этого батутного центра, например. Вот, и таким образом мы готовы к сотрудничеству с любыми вообще организациями. Кто-то хочет чем-то помочь непосредственно детям нуждающимся, точно так же. Мы готовы передать их помощь, мы готовы каким-то образом содействовать, да, в том, чтобы вот эти организации, либо вот эти предприниматели могли как-то помочь. Вот, у нас есть один продуктовый магазин, который узнал о нас, и управляющая этого магазина сказала, я буду вам помогать каждый месяц. Я каждый месяц буду покупать три ящика фруктов. Вот, и с каждым разом она покупает все больше, больше, больше. Вот так вот мы с ней каждый раз 13-го числа мы созваниваемся, по 15-м числам мы везем фрукты. Вот таким образом. То есть, на самом деле, форм помощи очень много. Бесконечно, мне кажется. Вы сейчас рассказываете, и правда, можно абсолютно по-разному помочь. Помимо этого, мы вообще в планах есть проведение спортивных мероприятий. То есть, в чем их будет заключаться суть? Мы можем бесплатно найти тренеров, мы бесплатно можем найти место, где провести мероприятие. Люди придут, узнают о нашем проекте, они узнают, собственно, о тех тренерах, которые преподают. Это будет некая такая тусовка, которая дает нам всем, ну, некую общность. Потому что в нашем проекте мы не политикуем, мы никого не представляем. Мы просто вот частная инициатива, которая, как бы, может помочь. Потом иногда, к примеру, сама администрация обращается, что вот есть, например, такой-то сбор. То есть, грубо говоря, мы собрали фрукты, отвезли, мы обычно отвозим в Первомайский отдел администрации, который занимается именно помощью семьям, находящихся в этом бедственном положении. А вот сейчас, извините, немножко перебью, как раз такой вопрос у меня возник, коль уж вы заговорили. Если вдруг люди хотят позвонить и предложить каких-то кандидатов, какую-то семью, которую вы, может быть, о которой вы не знаете, варианты такие возможны? Такие варианты возможны, да. У нас единственное, что вот такая, так скажем, точечная помощь, она у нас была. Но она у нас была только от тех, кому мы уже помогаем. Вот, например, общество инвалидов милосердия. Председатель позвонил мне и говорит, что вот есть такая потребность. То есть ребенку сделали операцию, нужна помощь. Я этого ребенка уже знаю, потому что я видел фотографии. Это наша рубрика «Весть из полей», да, когда нам присылают эти фотографии. Вот, то есть я уже этого мальчика видел, я знаю, что он действительно нуждающийся. Я ему готов помогать. Все, мы собрали, мы ему купили костыли, фрукты, подарки и так далее. Вот. Вот, если люди будут к нам обращаться с помощью, то мы, в принципе, готовы. Вот. Единственное, что надо будет подумать, в какой форме это будет происходить, потому что с этим мы еще не сталкивались. Вот. Но, слава богу, у нас есть силы, есть команда, есть ресурс, который мы можем задействовать. Поэтому такой вариант работы тоже возможен. Вы начали говорить о планах, потом я немножечко вас перебила, да. Можно еще раз, пожалуйста, начать ответ на этот вопрос, да. Какие планы у вас ближайшие? Может, действительно, вот кто-то сейчас захочет присоединиться и помочь их воплотить? Ну, вот, сейчас мы отчитываемся в Инстаграме, да, мы рассказываем о том, что мы сделали за последнее время. И, в принципе, мы готовы начинать очередной сбор. Вот. То есть, мы готовы собирать опять же фрукты, опять же деньги и так далее. То есть, все это можно собрать. Можете уже начинать там рисовать открытки, вот, искать какие-то игрушки и так далее. То есть, связываться с нами. Потому что вот еще, я думаю, что несколько дней мы будем делиться тем, что мы уже сделали, и начнем очередной сбор. Поэтому все желающие могут всегда к нам присоединиться. Плюс ко всему, чтобы вообще вот было понимание, что такое проект «Подари фрукты детям». Это помощь постоянная. То есть, у нас нет такого, что у нас вот там мы созданы для там одного, двух, трех сборов там в качестве какой-то рекламной акции нет. То есть, мы это делаем постоянно, делаем это потихоньку. Как только мы собираем очередной сбор, мы его отвозим и начинаем новый. Вот, то есть, у нас сейчас уже, вот, на странице мы отчитываемся о, мы рассказали о 24-й корзине фруктов, так называемой, да, которую мы передали. На самом деле, мы передали уже еще одну. И будем об этом рассказывать. Я думаю, что когда телезрители будут смотреть нашу передачу, мы уже будем рассказывать уже о следующей корзине фруктов на своей странице. Замечательно. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы делаете. И мне бы хотелось, чтобы вы еще раз сейчас прямо озвучили, как вас найти, где вас найти, куда можно обратиться. Нас можно найти в социальной сети Instagram. Страница называется fruits.vl. Заходите на нее, там указан мой телефон. Также он есть на странице, можете написать нам директ, пишите нам в комментарии. Мы всегда отвечаем, то есть, мы следим за тем, кто к нам обращается. Больше нас ни в каких социальных сетях нет. Я думаю, что нам это и в принципе не нужно. Нам достаточно того ресурса, который есть в социальной сети Instagram. Это здорово, что команда подарив фрукты детям так стремительно развивается. Я желаю вам еще большей поддержки. Спасибо за то, что вы делаете еще раз. Это замечательно. И ждем вас еще в гости у нас на программе. Всегда рада видеть вас. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Аминь. Еще раз.